С виду дебата напоминает обычную дискуссию. Тема экономика и поддержка предпринимательской инициативы не случайно. Дмитрий Медведев предложил создать в стране площадки поддержки, чтобы обеспечить более комфортные условия бизнеса. Пока проект на стадии разработки. На праймере с каждым из четырех участников две минуты на представление своей программы, как помочь предпринимателям выжить в условиях кризиса и санкций. Первое – это обеспечение финансирования промышленности. Второе – это продвижение отечественных товаров. И третье – это развитие образования. В условиях санкций, да и не только, необходимо использовать, на мой взгляд, возможности Центробанка. Все четыре претендента в перспективе возможны кандидаты на выборы в Государственную Думу от Хакасии. Необычность дебата в том, что участники – представители одной партии. Столь необычный эксперимент в России организовали впервые. Через подобные внутрипартийные отборы уже прошли единороссы в половине регионов. И вот теперь Хакасия. Дебаты в Белом Яре в прямом эфире транслировались в интернете. Все будет обобщено и в виде предложений в предвыборную кампанию «Единой России» будет сформировано. Потому что решением регионального полицейства «Единой России» на сегодняшний день рабочая группа по выработке предложений в предвыборную кампанию сейчас уже не приступила к действию. У каждого из участников дебатов есть своя группа поддержки, которая также может задать по одному вопросу оппоненту. Говорят, что наши товары российские неконкурентоспособны. Скажите, пожалуйста, вот в таких условиях вообще Россия имеет какие-то перспективы, какие-то сравнения, например, с тем же «Единой». В первую очередь надо ставить оценку на качестве для того, чтобы вернуть бренд действительно сделанным в России. Интересовал группу поддержки и личный бизнес претендентов. Тем более, что у некоторых из них он весьма необычный. Известно, что у вас есть проект некой эко-деревни или может быть не эко-деревни. Просто расскажите о нем. То есть интересно, как вы, с нуля, взяли клочок земли в арену или где-то там в Луше, в далеке пытаются его развивать. Я хочу построить просто эко-поселок для тех, кто действительно хочет жить в экологически чистом месте, есть экологически чистое мясо, ведь экологически чистое молоко. У меня на данный момент четыре семьи, которые хотят впоследствии построиться и жить. Дебаты продлятся до 15 мая. Жители Хакасии смогут проголосовать за понравившегося депутата. 22 мая предварительное голосование. Список победителей отправят в Москву. Там специальный комитет уже решит, кто из единороссов станет кандидатом на сентябрьских выборах. Напомним, что в этом году смешанная система при активности населения допускает избрание в Госдуму сразу двух представителей от одного региона. Виктор Буров, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия.